Ну что же, всем привет, это передача Вакуха Интернета. На этой неделе произошло слишком мало интересных новостей, но я отобрал для вас самые интересные. Меня, кстати, зовут Дмитрий Ячков. Поехали. 16 октября компания презентовала новую платежную систему Apple Pay, она называется, но, к сожалению, она не увенчалась успехом для некоторых клиентов Bank of America. Сотни клиентов Apple Pay, платившие с виртуальных карт Bank of America, обратились с жалобой, что при расчете через яблочные гаджеты все покупки оплачивались дважды. При этом техподдержки Apple им в помощь отказала, слаясь на политику компании, которая в целях безопасности не сохраняет информацию о пользователях и транзакциях в системе Apple Pay. Чуть позже последовал официальный комментарий от Bank of America, просят прощения, работают над решением проблем и обязуются вернуть деньги. Нам переживать пока рано, так как эта платежная система докается на нас, но, я думаю, через 2-3 года минимум. Ну, а тем временем, мастер-карт выпускает новые пластиковые карты, и не простые, а со сканером отпечатков пальца. 17 октября в Лондоне платежный гигант совместно с норвежским стартапом Zweip представил пластиковую карту для бесконтактного платежа со встроенным сканером отпечатков пальца, который заменяет собой пин-код. Если отпечаток не совпадает с образцом, чип-карты блокируются, и провести платеж невозможно. Для работы сканера достаточно той энергии, которая передается карте отсчитывающего аппарата. Компания Zweip, которая разработала биометрическую технологию, потратила немало усилий, чтобы втиснуть сканер в пластиковую карту обычного формата. Разработанная компания сканер не боится высоких температур, которые возникают при стандартном производстве карт в процессе гаячей ламинации. Я думаю, наши умельцы, то есть хакеры, смогут быстро взломать эту систему, когда эта система докатится до нас. Ну и напоследок интересующая тема. Марк Цукерберг заговорил по-китайски. Студентов высшего китайского университета Ценихуа при этом отвечал он им на родном языке мандарине. Видимо, Марк смог позволить себе полностью сэкономить на переводчике, потому что речь у него была довольно ровная. Конечно, как заметили китайцы, не допустить грамматических ошибок у Марка не получилось. Но все равно этот жест был расценен как знак глубочайшего уважения. Напомним, жена Марка Цукерберга, принца Силла Чан, имеет китайские корни. В общем-то, она и выступила главным вдохновением на пути к освоению сложнейшего китайского языка. Надо дать должное Марку Цукербергу, так как он выучил китайский язык и показал то, что нет ничего невозможного для достижения своей интереснейшей цели. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было интересным и позитивным для вас. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Ну и также не забывайте смотреть традиционный ролик, который будет прямо сейчас. Меня зовут Дмитрий Ячков. Всем пока. Я люблю мой новый улучшенный айфон 6. У него такой гладкий алюминиевый корпус. Он отлично влезает в мой карман. Всего 6,9 миллиметров. Он просто невероятно тонкий. О, нет, только не снова. Он просто невероятно тонкий алюминиевый корпус. 만들ожный к prevямую становится Lruc. Он просто не нравится. Играет музыка. Они просто невероятно тонкий алюминиевый корпус. Он так прос modellen свой, так значит нюб checks. Играет музыка. Редактор с планом, как с governing 서игр. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok